Короче, мы сегодня пробуем все меню. Это все меню? Еще подносим. Поджелудочная такая. Сколько зарабатываете с этого цель? Ты уплетаешь прям, ну, яростно. Ты же можешь признаться подписчикам, что ты ел курицу в Дубае? О, ну не провоцируй ты, ну. Не расслабляемся, не засыпаем, давай. Концентрация, все. Грязные животные. Да, простой. Тысяч, наверное, сорок килокалорий. Ставочка, реклама. Не боюсь этого слова. Реклама, рекомендация, совет, чего угодно. Гайд 200 килограмм. Ссылочка в описании под видео. Ребята, залетаем с пылу, с жару. Вы будете первыми. Гастротрип в Питере продолжается. О, Питер, покажи этот музей архитекта. Мы на улице Марада. Очень крутое название, на улице Марада. Я хочу, чтобы была улица Кирилла. Слышишь? Да, она есть, я думаю. На улице Кирилла. Сарыч, нет, я хочу, чтобы фамилия была. Это надо стать заслуженным человеком, на самом деле. Просто так улицу не называем. Короче, мы сегодня пробуем все меню. Вчера я съел 2 килограмма пиццы, даже больше. Больше, почти 6000 килокалорий мы посчитали. А сегодня я буду просто, представьте, вы заходите в заведение и берете все меню. Заведение называется 89.56. Не спрашивайте меня, почему оно называется. Почему оно называется 89.56? Не спрашивайте. Не спрашивайте. Я вчера объяснял его 10. Не объясняли вчера, но я знаю, примерно. Но не смогу вам объяснить. Просто после 89.56. Кто знает, напишите в комментариях, почему называется заведение 89.56. Это нашего доброго, славного, дружи Олежки. Видео под громким названием. Едим все меню ресторана 89.56. 56. Почему 89.56? Это крайние цифры на клавиатуре, потому что лучше название мы не придумали. Не, на самом деле там очень крутая история. Давай начнем жрать. Это все меню? Еще подносим. Еще будет десертка. Блядь. Поджелудочный такой. Еще есть алкогольные напитки, 100 видов пива. Ты там как, вообще я сильно готов, нет? Я не пью, брат. А, ну и вы, хорошо. Можно сказать, спросить, как у Дудя? Да. Сколько зарабатываете? Самый сезон, самый жир, лето? Самый жир, ну, пару лям. Чистыми? Да. Неплохо, что-то. Зарядей может порадоваться. Это что ты пробуешь? Это сырный... Сырный хот-дог. Сырный хот-дог. Да. Посмотри, как он. Посмотри, посмотри. Посмотри. Слушай, и очень прикольно, знаешь, что? Так. Что хлеб-то не такой неплотный. Конечно. Что он такой? Это бездрожжевая закладка, американская. А кто сосиску узнает? Это мы сами сосиски делаем. Мы все сосиски, которые здесь мы делаем сами, они крафтовые. Мы выявляем рецепт, кстати. Я специально ходил учиться. Запыкаешь? Да. Это пиздец вкусно. Без шуток. Это просто пиздец вкусно. Кошмар пояснялся. Как будто бы YouTube заблокировали. Прикинь? На случай, если его реально всекут. Ребят, по-братски, попрошу. Будут в соцсети. Кашечка, телега. Сейчас, сейчас скоро будем на YouTube заходить. Прям в ближайшую секунду. Подписывайтесь. Будем на связи с вами, друзья. Колбаска сырная с курицей. Что там человек пришел и опорожнил, так сказать, запасы. Поэтому у тебя есть конкуренция, брат. Это первый. Представься, кстати. Да. Представься. Меня зовут Владимир. Я генеральный директор Облома Фуд. Два кафе. В 8956 в Москве, в Питере. Я здесь, чтобы рассказать про еду, если будут вопросы. Давай реально себе в хот-доге сидим попробуем. Конечно. Сколько в этом калорий было? Там, ну, короче, весь комплект где-то от 900 до 1200. Ну, это с картошечкой и там где-то калорий 700, 800. В одном хот-доге? В одном хот-доге. Окей, 700 вам не есть. Погнали. Какой дальше вкусный? Давай из бриски там. Хот-дог борч. Хот-дог борч? Борч. Сверху это бриски. Это говяжья грудинка, которую в специальном гриле-смокере коптят там по 9-12 часов. Блядь, реально как борч. Серьезно? Ты прикинь. Посмотри. Блин, я даже теперь не знаю, какой из них вкуснее. Два хот-дога. Да. Ой, это легкое. Чувствую, ну, давай я еще съем, ну, три. Блин, они сытные овощи. Охренеть, охренеть, охренеть. Это наш с этим, да, Ильда? Да, да, да. Вот вообще все соуса, опять же, все соуса мы делаем сами. Вот. И сырные, и бульгоги, и... Мед, горчица, кола-барбекю тоже, вот по моей рецептуре кола-барбекю. Так, давай следующую рваную свинину съешь. Ммм. Так, чтоб тебя. А что за пельмени? Пельмешки, вот пельмешки покупные, по-моему, метровские, но я не уверен. Это грибной, это сальса, а нет, вот ближний бекон, арахисовая паста тоже. А чем прям славится ваше заведение? Да, на самом деле, все сильные позиции. Давай я что-нибудь съем, сдай мне его. Пожалуйста. Ты уверен, что он вкусный? Мамой клянусь. Гоги нет, а есть, ну все нормально. Давай я его съем. Да. Третий хот-дог. Это что за хот-дог? Рваная свинина. Свинина выдерживается в конвектомате порядка 8 часов. То есть прям целый-цельный кусок свинины, он маринуется специями, потом запекается очень долго при низких температурах, и потом, почему рваная свинина? Потому что ее прям вот руками реально разорвать на волокна. И в хот-доге там вот именно волокна. Это свинина смешанная с соусом. Давай что-нибудь посочняем сухой же. Сухой? Ну убери, что хочешь. Он просто долго стоял. Пожалуйста. А, братка, вон, посочнее было, лимонадики там есть. Ага, лимонадики это хитрая история. Нас так не подловишь. Лимонадик холодный, а пищеварение происходит, когда в желудке плюс сколько-то там градусов. А холодным-то это... Ё-моё. Это с рыбкой, да, еще сэндвис. Ты знаешь, где мы в последний раз так промахнулись, Лад? Где? В Белоруссии, помнишь? Да, да, да. Да там, тащите это и это. Вы не съедите. Мы съедим, вы не съедите. Так же тут. Да все меню съедим. Вы не съедите все меню, блять. Мы съедим все меню. Это для Гоги? Да, можно Гоги отдать, кстати. Гога, с рыбкой будешь хот-дог? Конечно, вообще с хот-дог. Да, я думаю, что сейчас надо... Я, наверное, уйду из кадра, запустим Гогу, и он уничтожит хот-дог с рыбкой. Вот сырный был просто вау. С борщом был вау. Со свининой. Межчестный можно быть? Да. 6 из 10. Гога. Бегом. Меня последние 2 дня кормят. В прямом смысле просто кормят. Просто гастрономические атаки. Кирилл, пушка-гонка, ты уплетаешь прям, ну, яростно. Блин, знаешь, какой был вкусный сырный? А. Причем, ты же можешь признаться подписчикам, что ты ел курицу в Дубае? Я курицу иногда раз в год ем. Вот тебе рекомендую, потому что там куриная сосиска, попросить сырный съесть и разделить со мной эту радость. О, ну не провоцируй ты, ну. Я тебе клянусь, это просто вау. Ну, стоп, вау сейчас вот тут будет? Нет, там прям вау. Ну, а это не вау, смотри. Это омега. Омега вау? Окей. Круто? Реально вкусно. Ребят, очень вкусная рыба, соусы. Никита Чародеев. Без приколов, без каких-то там, если бы что-то было, вы увидите мое кислое лицо. Ой, продевается. Горг, а хочешь смузи? Конечно, хочу. Вот смузи. Какой хочешь? А какой есть? Желтый, красный и фиолетовый. Просто из-за того, что цвет фиолетовый мне нравится. Ну, уголь из густо. Это знаменитый мясной смузи. Фондан, вафли с мороженым. Что за... Комбинацию вишня-бекон, я первый раз сушил. Как там в детстве? Лодочка плывет, плывет, плывет. Нет, нет, подожди, ты сейчас хотел... А, братан, ты хитрый. Если курица была бы, я бы еще покапризничал. Вы просто не понимаете, для тех, кто впервые на моем канале, ребят, Бога не ест мясо. Не люблю. Тебе не знаю, бородатель. Ага. Ну как? Это сладковатое. Я примерно вот рваная свинина, и вот это вот оценю. С сыром это просто был... Вау! По десятибалльной шкале? 10-11. Это который самый первый был? Да, ладно. С сыром по десятибалльной это было 11. Потом был борщ. Десять с половиной баллов. Потому что десять это для него мало будет. Если я оставлю десять, это значит действительно. Это прям вот действительно. Ух ты ж, ни хера себе. А когда шкала зашкаливает в отсечке, это прям слишком? Ну да. Ну давай, вот здесь сколько? Здесь я сейчас только до сути дошел. О, вот давай, Тархун, я вот оценю как. В Грузии у нас его любят. Приятный, мягкий, вкусный. Ой, ну у него сейчас смесь вкусов, давай вот. Ну не сырный, он не сырный. Он не сырный, блядь. Он не сырный, блядь. Он сладкий. Ну он да, сладкий. Вот как я люблю. Чтобы углеводы, сладость, слепалось все, ты там, знаешь, поджелудку напрягаешь. Блядь, как вкусные духи. Вот здесь баланс, понимаешь? Тут баланс, да. Прям как духи попил такие, знаешь. Это какой? Слушай, как гульман. Это десерт, пирешь, фондан. Шоколадный фондан. Не расслабляемся, не засыпаем, давай. Концентрация, все. Я всего 4 бургера съел. А, ты, я думал, что ты все, как бы уже помираешь, нет? Как? Миш, подожди. Подожди. А, извините, извините. Приношу свои. Так, мой хот-дог. Меня еще не оскорблял никто, блядь. Это сомнение немножко накинуло тебе. Это стратегия. Вот честно? 100% я не верю. Вот что хочешь мне сказать, что кишкаблуд съел все меню? На, посмотри, что у него. Я там более тебе тогда даже скажу. Я не верю, что кишкаблуд сможет съесть все хот-доги. Да это реально. Вы представляете, в одном, сколько там, под В-700? Да. Вот здесь? Посмотри, какой он, блядь, огромный. 700-800, да. Даже если в нем 700, а их здесь 11, это 8000. Ты знаешь, что такое 8000 килокалорий съесть? Это на 2 месяца мне. Я из-за этого удивляюсь, каждый раз, где я там привык, там без мяса, если что-то поел, через часик ты опять есть хочешь. Это многообещающий. С грибами, да? А это куриная, а это свиная, по-моему, не острая. Потому что было с куриной краской. Да, это свиная, не острая. Он все равно очень сочный. А это что за бургер? Да это вкусный. Вкусный, сочный. Это классика. В бургере. А у Кирилла? А у Кирилла грибной. В общем, если здесь была бы куриная сосиска с сыром внутри, это было бы прям 10. А так как ее нет, я ставлю 9. Грибной вот этот микс, это вообще очень крутая, очень вкусная херня. Вы знаете, к дорогим стейкам подается обычно вот такой вот из рубленных грибов мусс, там обычный со сливками. Как бы я вот его сейчас доедаю, ребят, и у меня уже 3500 килокалорий получается. Примерно дневная норма каждого из вас. Турецкий суп, вообще. А суп надо по правилам первым запивать. Ты что делаешь? Помогаю тебе набрать твою дневную норму. Гога, пожалуйста, сырный хот-дог вам. Это персонально, да. Сырная сосиска. Сырная сосиска, да? Да, да, да. Братан, я тебя умоляю. Просто ради меня. Один укус, это не изменит твоего веганского этого. За анаболизм. За анаболизм машин, братан, давай. Баба, как он сливочный. Сливочный, блядь. Какой он сливочный. Все, кто любит сливочные вкусы, вот эти прям, это для вас. Он действительно вкусный. Во рту, ну прям, праздник, пряники, я не знаю, радость. Но мне тяжело именно сливочный вкус воспринимать. Ну просто. Я не особо любитель. Да, пистец. Вкусный? Белон пишет. А это что? Вегетарианский. Короче, 3,5 тысячи во мне уже есть. Это вегетарианский. Я еще рыбный какой-то ем, очень вкусный. С эффектом копчения. Кирилл, сейчас для любителей сыра, сырная тарелочка. Вот сырочек накалываешь, вот в разные такие штучки. Мы что вчера снимали? Ты сказал, что любитель сыра. Стоял и наесться не мог бы. Я был до вчера любителем сыра. Рецепторы просто на-правь зацементировал. До сих пор не отошли. А для какой-нибудь красный какой-нибудь такой прям. Сколько килограмм? Супчики? Да. По-моему, 400. Твердикт? Как дела? Пойдет, веганский буду сейчас есть. Да? Суп прекрасен. Знаешь, я сейчас перешагнул ту черту. Вот, в принципе, пятый бургер, ой, фу, бургер. Пятый хот-дог, это уже та грань, где бы следующий хот-дог, даже если он был бы вкусный, он уже был бы как работа. Ты уже начинаешь на выживание работать. То есть, не, еще до выживания еще нормально. До выживания еще это, если я прям, я два еще съем смело. То есть, у меня в стандартной комплектации 5 тысяч залетает в любом виде. Тихо, ладно. Вот там, хлебом, там, чем этим. Что могу съесть, наизе. Или другой, бургер. А, нет, сырный сыр. Это же просто кусок сыра в панировке. На куриные коттеты, похоже. Это просто взяли кусок сыра и пожарили его в панировке? Звук называется, но да. Раклет, наверное. Да, да, это раклет. Это пипецко вкусно. Блин, бабушка варила домашний сыр сама. Очень похож по вкусу. Сливочный такой. Как ты думаешь, я поднимал? Я раньше пил по 10 литров молока в день. Я без молочки не могу. В принципе, наверное, за счет этого у меня там какие-то связки держали. Кальций постоянно был. 10 литров молока в день. Когда я говорю, 10 литров молока в день, это не значит, что я там... Мне казалось, что я пью 10 литров молока. Бывало и 15 выпивал. Оно стоило у нас 10 рублей стоило 3,2%. 8 рублей стоило 2,5%. Чисто все коровы в Пугачу и работали на Кирюху. Это были такие пакеты, которые ты просто вот так берешь и сгрызаешь вот так и выпиваешь. Я говорю, на тебя все, походу, все село работало. Фандан? Фандан. Фандан. Гога, как тебе бургер? С привкусом курицы. Я без прикола говорю, вот, ну, ешь и как будто курицу немножко. Я ж подумал, да, что меня этот... Мне наврали, что это с фалафелем. Ну, хамон. Гога, креветка. В панировке. Креветка в панировке. Ты что, дурак, что этот хвост поросячий? Как тебе? Ну, вкусненько. Курица. Вкусная курица. Да, фандан надо было сразу кушать. Блин, он по-любому был вкусный. Так, что ли? А что, блядь? Блядь, какая она... Размазанное мороженое. Сейчас. Вкусненько? Да. Сука, такое грязное. И такое безумное вкусное. Вафля очень вкусная. Прямо. Все сами. Наверное. Есть одна маленькая проблема. Ребята ради красоты картинки выкатили нам все меню сразу. А еда любит как? Принесли, съел. Но даже... Это все до того, что он чуть-чуть подостыл. Она же горячая должна была вафля. Там пипец вкусная. Просто пипец. Свои четыре тысячи я, короче, получил килокалории уже точно. Здесь где-то четыреста шестьсот калорий молочника. Отлично, ну давай. Четыреста пятьсот калорий. То, что нажил. Банан-орех. Ананас, кокос. Неудобство усов и бороды это вот все остается. А я еще специально усы отращиваю, чтобы они у него так розыгрыли. Я не смог. Не смог? Они мне щекочут постоянно. Тебе ли? Тебе щекочут. Грязные животные. Да, просто. Шоколад, кокос, ваниль. Шоколад, кокос, ваниль? Нет, это шоколад. Это ананас, кокос, это ваниль. Ты знаешь, ребята, видимо, очень переживают за доброту и своего имени. Здесь очень много шоколада. Очень много еды в желудке. Ты попробуй. Это прям шоколад. Блядь, вкусный. Да, молочный вкусный шоколад. Ваниль можно? Пожалуйста. Попробуй, да? Я сейчас вам случай расскажу. Вы знаете, все были такие, как они там, это называется, чаепитие в школе. Ну. В третьем классе, я когда учился, ну с деньгами же вообще было все туго. И вот знаете, сейчас такие бисквиты, рулетики продаются. Ну, то есть такой вот он рулетик, как бы вот он там на такой бумаге. Важной подложке. Ну, вы понимаете, да? Да, да, да. Копейшное дело, но он там вообще ничего не стоит. А тогда это было примерно, ну, раз в месяц можно было себе позволить на какой-то праздник. Ну, на столько не было денег. Все скидывались и устраивали это чаепитие для детей, там, водителям. И мать имела неосторожность оставить этот рулетик. Да, и два банана дома. Я, в общем, все съел, пришел на чаепитие без нихера. А там как бы паролям было распределено. Вот ты покупаешь что-то, там это хватает на столько детей, ты это. Я пришел на чаепитие, сижу, просто такой, знаешь, надо мной сжарились. Мне дали какой-то черный полугнилой банан уже, знаешь, он уже как бы это, умер своей смертью, уже как бы должен кормить микробов. Но ты его доедаешь. Да, я такой, это было очень смешно. Вот этот прикольный коктейль. Банан-орех, по-моему. Очень вкусный. Да, он прям приятный, вкусный. Вот этот самый такой нейтральный, но очень вкусный ваниль, прям вообще топчик. Ананас-кокос. Охуенчик. Запикаем прям. Сколько здесь калорий? 500. Блин, ну это фаворит, прям ананас-кокос, это прям фаворит сейчас. Ваниль. Ананас-кокос. Ваниль. Ананас-кокос. Ваниль. Так он и налил, короче. Я могу поставить хоть что на то, что ни один человек, живущий на планете, не съест за раз все это меню. Ну это нереально. Это тысяч, наверное, 40 килокалорий. Кто-нибудь хочет еще все меню попробовать? Есть желающие? Пишите в комментариях. Сожрали бы все меню. А сколько стоит все меню? Я не считал, не знаю. Ну, тысяч 15, наверное, 17. Пускай человек приходит, 20 тысяч депозит вложит. Да. Вы ему выкатываете все меню. Как нехер. И если он съедает, вы ему даете еще 20 тысяч сверху. Ну это только если, ну, в коллаборации с тобой пополам. Снимаем, судим, смотрим. Я тебе сейчас... Ну я не знаю таких друзей, кто это может сейчас съесть. Что, даже Малан? Малан приедет, я думаю. Даже Малан? Малан ест меньше меня. Я в пике. У нас был с ним челлендж. Помнишь, мы мясо съели? Да. Я съел 4,3 килограмма в одного. Он не съел. Он делился этим. Малан как бы выглядит как жрун. Но настоящий жрун это я. Малан никогда не весил 180. Я весил. Насколько я знаю, самый могучий из всех жрунов, что я встречал, это Леша Серебряков. Серебряков? Но мне не удалось с ним зарубиться. Друзья, редакция канала Кирилла Сарычева против обжорства, горта на бесе, чревоугодия и прочих гастрономических извращений. Относитесь к еде с уважением. Все, что мы здесь сейчас проделали, контента для, не на другательство ради. Все оставшуюся еду, часть мы скормим сейчас собачкам. Относитесь к еде с уважением. Всех обнял, всех поднял. Спасибо этому месту, этому дому. Спасибо доброму, славному друже. Гоча поддержал. Пишите, что нам еще, кого нам еще разорить. О чем мы можем съесть еще? А еду отдадут Вите, короче, чтобы он доехал. Вот так вот, как просто сейчас в один скарф, в один мешок это соберем. Просто блуду в мешок. Можешь даже смешать во все, вот просто взять пакет, все туда запихать. Это же его любимая кухня, вот так примерно и готовят, я видел. Лайки давай, ставьте жирные лайки. Давай, да, да, подписывайтесь на канал, подскажу, давай, подписывайтесь на канал. На колокольчик надо нажать. Зачем? Ну, чтобы им оповещения о новых видосах приходили. Подписывайтесь на канал Биполярка Сарычева. Покупайте программы тренировок Пожми сотку. Или Пожми 150. Или диета, диета. Покупайте это пошло. Приобщайтесь к нашему культурному силовому наследию через программу тренировок Пожми сотку. А-а-а, все болело, да. Нормально. Ребят, сравните лапки. Так, все, я понял, пошел, 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 натяжечка. А, нет, пальчики мне не выдержат такое. Ох, крепок мой. Знает человек. Пойдемте в туалет, срать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова